МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом случае развода супруги делят совместно нажитое имущество пополам. При этом, по словам юристов, в 98 из 100 случаев раздел происходит в суде, так как у сторон очень разнятся представления о том, что совместное, а что нет. Бывает и так, что один из супругов успевает вывести все активы, и вторая половина может претендовать на 50% от нуля. Вот всего этого можно избежать, заключив брачный договор. Вот чем, кому он может быть полезен, как избежать ошибок при составлении и можно ли его оспорить? На эти вопросы сегодня отвечает консультант Нотариальной палаты Самарской области Полина Сергеевна Власова. Приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и что же, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Уважаемый телезритель, дозванивайтесь к нам в студию и задавайте, пожалуйста, вопросы свои, если вы хотите составить брачный договор, если нет. Ну а также мы принимаем вопросы по наследству, по завещанию. Вот если вы собрались на консультацию к нотариусу, то вы это можете сделать совершенно спокойно в рамках нашего прямого эфира. Ждем ваши вопросы 202-11-22. Полина Сергеевна, на прошлой программе мы с вами обсуждали, что это за документ. Так вот, вначале, прежде чем мы продолжим о нем говорить, все-таки расскажите, что это. Напомните нашим уважаемым телезрителям, в каких случаях он просто-напросто облегчает жизнь, делает ее проще, нужно ли составлять брачный договор. Да, в прошлой программе коротко затронули тему брачного договора. Напоминаю, по закону все имущество, которое приобретается с супругами во время брака, оно является совместной собственностью супругов. Не всегда супругов это устраивает, потому что разные ситуации в жизни бывают. И, как правило, брачный договор уже заключается, во-первых, чтобы уже четко определить, что и кому из супругов принадлежит, и кто на что может претендовать. И также нередко брачный договор уже заключается именно перед расторжением брака. Хотя он может быть заключен и до заключения самого брака. Таким образом, брачный договор – это один из двух способов изменения законного режима общей собственности супругов. Вторым способом является соглашение о разделе общего имущества. О нем поговорим чуть позже. Брачный договор, таким образом, это соглашение лиц, которые либо вступают в брак, то есть не муревают вступить в брак, либо уже являются супругами. И это соглашение определяет их имущественные права и обязанности в браке и в случае его расторжения. Ну вот хорошо. Скажите, пожалуйста, в отношении детей можно ли прописать какие-то условия? Ну, к примеру, если родится один или двое детей, то квартиру, которую мы нажили, мы перепишем детям. Вот какие-то такие условия можно прописать? Либо это только в отношении супругов? Ответьте попозже, ей звоночек примем. Здравствуйте, слушаем вас очень внимательно. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Такой вопрос. Мы с мужем разводимся. У нас двое маленьких детей. Как мне делать так, чтобы большая часть досталась нам? Нам ведь здесь остаются со мной, а муж тут. Ну, в общем, поэтому разводимся, перезвать, как и еще с заработками. Ну, то есть, скажу, как говоря, наши родители, которые кормят всю нашу семью. И квартиру тоже нашу купили на деньги моих родителей. Ясно. А вначале вы сказали про брачный договор. Вы его составляли, да? Или хотите сейчас составить? Ну, хотим, наверное, хотим составить. Да, и вот тем самым обезопасить себя, да, Полина Сергеевна? Да, но насколько я поняла здесь уже супруги, да, в стадии бракоразводного процесса, потому что она говорит, намирается, да, расторгнуть брак. Так, какие могут быть варианты? Если супруг согласен заключить брачный договор, то необходимо, соответственно, обговорить условия и уже непосредственно определить, да, какое имущество остается в собственности супруги, какое остается в собственности мужа. Но есть такой нюанс, когда, например, супруг по неуважительным причинам не получает доход, не содержит семью, а супруга вынуждена, да, сидеть с малолетними детьми и также имеет какой-то заработок, и все имущество буквально там формируется за ее, да, счет. Вот, либо, как в данной ситуации указали, что имущество приобреталось за счет средств родителей. В этом случае при разделе совместного имущества суд может отступить от равенства долей, потому что по закону при разделе доли супругов признаются равными. И, соответственно, определить, что доля супруги в имуществе, учитывая то, что на ее побечении остаются несовершенноление дети, а у супруга нету постоянного источника, да, к существованию заработка, соответственно, учитывая имущественные интересы детей, учитывая то, что супруг по неуважительным причинам не получал доход, не обеспечивал семью, или, например, получал и скрывал этот доход, или, например, имущество, которое принадлежало супругам, он тратил не в интересах семьи. В этом случае суд будет на стороне супруги, и вполне возможно, что он определит эту квартиру и большую часть имущества в собственность супруги, поскольку такие обстоятельства дает ему право. Это вы сказали вариант через суд, если, допустим, вторая сторона, муж, когда звонила с телезрительницей, не захочет составлять врачный контакт. Да, то есть если уже между супругами спор, уже нету согласия, конечно, тогда уже раздел имуществом только в судебном порядке. Спасибо большое. У нас есть еще звонок. Здравствуйте. Мы вас приветствуем и слушаем ваш вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Полина Сергеевна, у меня такой вопрос. Если я оформлю дарственную на свою квартиру в пользу сына, в случае предъявления о уходе из жизни, подариваемого, так сказать, эту квартиру будут делить наследники, то есть мои внуки, или я могу ее вернуть себе? Спасибо за ответ. Спасибо большое. Смотрите, вопрос очень интересный с точки зрения, как обезопасить дарителя, особенно если это единственная квартира, но у дарителя просто нет возможности, например, ее содержать, оплачивать коммунальные услуги и нести прочие расходы. Есть право дарителя отменить дарение. Оно предусмотрено Гражданским кодексом. В этом случае, если одаряемый, то есть ваш сын, он умрет ранее вас, у вас есть возможность эту квартиру вернуть себе в собственность. Вы обращаетесь с свидетельством о смерти в Росреестр, и Росреестр автоматически при наличии данного условия в договоре, это право должно быть четко оговорено в договоре, еще раз, право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. То есть в данном случае человек придет к нотариусу и это озвучит, и это все пропишется. Но договор дарения, он может быть заключен также и в простой письменной форме. Где этого предусмотреть нельзя? Да, это возможно предусмотреть, но это должно быть четко указано в договоре, поскольку это право нечасто реализуемое, когда обращаются к риэлторам для учреждения или к юристам для помощи в составлении данного договора, не к нотариусу, хотя нотариус это более квалифицированная форма составления и защиты, в принципе, сделки. Об этих правах даже никто и не вспоминает. Поэтому в вашем случае целесообразно предусмотреть это право, и в данном случае даритель переживет. Если одаряемого, то квартира вернет в собственность. Если же все-таки вы хотите, чтобы квартира или часть квартиры досталась внукам, соответственно, будет просто прямое наследование, если ваш сын не составит завещание. Наследниками после смерти вашего сына являются дети, супруги, родители, то есть ваши внуки, его жена и родители. В этом случае квартира будет уже поделена именно в долях, в зависимости от тех лиц, которые примут наследство. Очень подробно ответили. Спасибо большое. И я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и продолжаем принимать ваши звонки. Говорим мы сегодня на тему брачного договора. Плюсы, я так думаю, что минусов, наверное, мы не обнаружим. Поэтому дозванивайтесь, если есть у вас вопросы по наследству, по завещанию. Полина Сергеевна Власова, консультант Андреальной палаты Самарской области, отвечает на вопросы ваши, ну и мои. Вопрос, который предвосхитил как раз звонок телезрителей, Полина Сергеевна, можно ли оговорить какие-то положительные условия в брачном договоре относительно детей? Да, но брачный договор, еще раз нужно это запомнить, раз навсегда, это соглашение в отношении имущественных прав и обязанностей именно супругов. Никакие отношения и права детей в данном соглашении, в брачном договоре, они не могут быть оговорены, равно как и не могут быть определены неимущественные права супругов. То есть права в отношении уборки, готовки и прочих взаимоотношений. В отношении условия, что супруги определяют, можно ли при определенных обстоятельствах, или, например, при расторжении брака, чтобы определенное имущество было оформлено на детей, к сожалению, брачный договор это не предусматривает. Возможно определить, то есть поставить раздел имущества супругов в зависимости от определенных условий, то есть так называемый договор с отлагательным условием. Например, можно указать, что... Не, брачный договор это какое-то приложение дополнительное. Нет, это также брачный договор, но его особый подвид. То есть, например, супруги ставят раздел имущества в зависимости от определенных обстоятельств. Например, если супруга рожает одного или двух детей, соответственно, ей переходит собственность квартира и машина. Или, например, стороны договариваются, что, например, такой раздел будет только если супруга... У них будут, например, трое совместных детей. Это все возможно определить соглашением. То есть прописать это можно, и потом это все учитывается. Но вот все-таки изменить условия в процессе брака договора можно? Отменить полностью договор? Брачный договор, он, как любая сделка, он подлежит изменению. Брачный договор, он удостоверяется только у нотариуса. Это одна из сделок, которая подлежит обязательному нотариальному удостоверению. И чтобы его изменить, нужно также обратиться к нотариусу и удостоверить дополнительные соглашения о внесении изменений. Не обязательно к одному и тому же. Да, к любому нотариусу Российской Федерации. У нас создана единая информационная система нотариата, где сведения обо всех нотариальных действиях, в том числе о брачных договорах, ведутся. И нотариус, к которому обратятся за удостоверением изменений, всегда сможет получить сведения об этом брачном договоре. Продолжим об изменениях. Не будем заставлять ждать нашего уважаемого телезрителя. Здравствуйте. Ваш звонок у нас на линии, и мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот мы уже с мужем не живем год вместе. Так. И сейчас только решили развестись и поделить имущество. И вот оказывается, что он уже две машины продал, а я об этом узнала только потом. И вот почему так несправедливо? А у вас был брачный договор? Нет. Не было. Ну, здесь уже, наверное, какие-то личные, да? Что в этом случае можно сделать? Также судебная практика, она уже сформированная, произведена в постановлении Пленума Верховного Суда. Что в случае, если супруг, ну или супруг, да, каким-то образом распоряжается имуществом, без ведома другого супруга. Во-первых, есть механизм признания таких сделок недействительным. Как правило, супруги распоряжаются по обоюдному согласию. И если это имущество, которое не подлежит регистрации, да, или специальному учету, тогда обязательно нотариально удостоверенное согласие супруга не требуется. В данном случае, вот, был приведен пример с транспортными средствами. К сожалению, у нас подлежит учет именно не прав на транспортные средства, а сами транспортные средства, да, как технических учетов осуществляется. И поэтому органы ГИБДД при переоформлении, да, транспортных средств, они не требуют никаких согласий супругов. Можно абсолютно с паспортным транспортным средством прийти, хотя имущество приобретено во время брака, и транспортные средства зачастую, да, они стоят, как квартира, да, даже или больше, в зависимости от марки, модели и прочее. К сожалению, вот, органы ГИБДД не вправе, требуют такие согласия. Что можно сделать в этом случае? Можно попытаться признать сделку недействительной по отчуждению? А расставание чего, Полина Сергеевна? Люди официально женаты, свидетельства о расторжении брака нет. Так здесь вот вопрос доверия еще возникает. Ну, конечно, да. Кто поверит, что вот они не жили, и она не знала, к примеру? Когда отчуждается транспортное средство, особенно если оно достаточно, да, высокой стоимости, продавцам, ну, покупателям необходимо все-таки указать договор о том, что данная сделка заключается в согласии другого супруга, все-таки предусмотреть. Не обязательно там приглашать этого супруга, а указать о том, что покупатель осведомлен об этом, что тот супруг, да, продавца, он согласен на данную сделку. Очень, конечно, сложно вот в отношении движимого имущества признавать такие сделки недействительными, но вот есть, да, в гражданском кодексе норма о том, что если все-таки сделка совершена без согласия такого супруга и другой участник сделки знал об этом, то однозначно данная сделка, она будет признана недействительным, и, соответственно, транспортное средство вернется, да, в собственность. Но проблема еще с движимым имуществом в том, что оно быстро очень реализуемое, и если, соответственно, оно уже перешло в собственность другого владельца, очень сложно его, особенно если это машина, получить. А если еще деньги потрачены, которые были получены? Конечно, если они уже приобретены. Но единственный вот еще такой момент, при разделе имущества, если вот у вас бракоразводный процесс сейчас намечается, вы обязательно суду об этом заявите, вы предоставьте документы, да, подтверждающие, можно взять запросы из органов ГИБДД, и суд может учесть стоимость этих транспортных средств, которые выбыл без согласия другого супруга, и присудить эту сумму, как бы, в счет, в интересах супруги. То есть, например, при расчете, да, стоимости этого имущества у супруги будет на стоимости этих машин больше, и за счет этого, соответственно, ей достанется больше имущества. Поэтому обязательно суду предоставьте доказательства и об этом заявите. А вот, кстати, Полина Сергеевна, можно ли прописать в брачном договоре вот такие ситуации? Не реализовывать общее имущество без согласия друг друга? Ну, по-общему, у нас здесь вступает в силу требования закона, где четко сказано, на что требуется согласие супруга, именно нотариально уверен, да, на что нет. В принципе, можно подстраховаться, да, указать данную норму и, так скажем, усилить, да, эффекты, и потребовать, чтобы согласие супруга было в том числе истребовалось и на приобретение... И на продажу. И на продажу движимого имущества. Потому что, напомню, согласие супругов нотариальное, оно требуется только в случае заключения сделок обязательной нотариальной формы, по закону обязательно, не тогда, когда стороны решили, и сами пошли к нотариусу. Сделок, подлежащие госрегистрации, это, например, договор аренды свыше одного года, договор долевого участия, договор, ну, в общем, доверительного управления имуществом, и, соответственно, на распоряжение, зарегистрированное в государственном реестре правами. Это недвижимость, доля, там, в основном капитале, общество с ограниченной ответственностью, там, речные, морские суда. Вот, поэтому, да, в принципе, в принципе, бречный договор можно усилить такой эффект. Ну, проблема в том, что не, как бы, покупатель может не знать, да, о том, что это согласие требовалось, и супруг будет действовать, да, недобросовестно, но все равно, даже если был добросовестный покупатель, вряд ли суд признает такую сделку недействительным. Возможно, да, он как-то, эти средства будут изысканы, да, супруга в случае раздела имущества, опять-таки, вот, поэтому тоже не всегда она может защитить эту норму. Спасибо. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, 202-11-22, телефоны в студии. Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Ну, а мы продолжаем говорить о брачном договоре. Полина Сергеевна, вот в каких случаях невозможно расторгнуть брачный договор, вот если одна сторона, но категорически против расторжения, что делать? В случае, если стороны не согласны, уже существуют какие-то спорные отношения, они все решаются в судебном порядке. И изменения, и расторжения брачного договора можно осуществить также через суд. Например, одним из оснований изменения, да, брачного договора является существенное изменение обстоятельств или существенное нарушение договора. То есть, например, стороны там определили, кстати, вот, например, в отношении согласия, да, они определили, что имущество не может отчуждаться, да, без согласия. И в случае, если один из супругов нарушает такое условие, да, договора, соответственно, другая сторона может обратиться и, там, изменить или расторгнуть, да, данный договор в судебном порядке. То есть, нужно идти в суд, не к нотариусу решать эти вопросы. Нотариус действует в сфере бесспорной юрисдикции, и, соответственно, когда стороны согласны и уже имеют определенные договоренности, стороны, нотариус это все удостоверяет. Если при малейшее возникновение спора не могут супруги, да, уступить, да, в чем-то друг друга, это единственная дорога, это только в суд. И одно из оснований, да, изменения брачного договора может быть существенное изменение обстоятельств. Например, супруги уже длительное время шляют раздельное проживание, у них отсутствует общее хозяйство. Или, например, один из супругов скрывает, ему закрыл, да, какое-то имущество, они определили режим в отношении, там, трех квартир, а оказывается, что у супруга еще несколько, там, машин в автопарке, да, люкс-класса, бизнес и прочее, да, и он просто скрывает, да, об этом супруге, она каким-то образом узнает. Это тоже может являться основанием для расторжения этого брачного договора и определение общего имущества супругов. То есть в одностороннем порядке можно расторгнуть, если прям явно нарушены права одного из супругов, и он предоставляет доказательства письменные. Да, и также договор еще можно признать, вот есть расторжение, а есть еще признание договора недействительным. Когда, например, такой договор ставит в крайне неблагоприятное положение одного из супругов, или нарушает, ограничивает там в дееспособности, там, предусматривает какие-то условия, которые противоречат закону, ограничивают права. Продолжим, да, обязательно. Примем звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас очень внимательно. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать такой вот вопрос. У нас с мужем общая квартира, да, ну, мы прожили уже очень много лет, и я бы хотела, ну, как много, 45, я бы хотела задать вопрос вот такой вот. У меня внук, у него мать умерла, так, у сына есть квартира. Вот я бы могла свою долю при жизни отдать внуку. Да, конечно, вы можете снять дарение, но вам нужно сначала определить доли в этой квартире, да, то есть заключить брачный договор, и определить с супругом, что, например, это одна-вторая доля, она является вашей долевой собственностью, и одна-вторая там принадлежит только супругу. В этом случае вы сможете распорядиться этой долей, да, подарить ее, и на это даже не потребуется согласие супруга. Также можно, если вы хотите сохранить одну-вторую долю в совместной собственности, чтобы что-то, да, осталось все-таки в вашем владении, то вам тогда следует просто заключить договор дарения на одну-вторую долю квартиры, но на такое дарение потребуется согласие супруга. Ну, а завещание? Завещание, ну, я так понимаю, здесь есть проблемы, возможно, могут быть в обязательной доле, потому что супруг может быть к моменту, да, смерти уже нетрудоспособным иметь одну, там, не менее, одной-второй, о которой бы причиталось бы по закону. Вот, плюс одна-вторая принадлежит уже, да, как супруге, и, соответственно, доля пережившего супруга, она будет гораздо больше, и внук в этом случае достанется менее, чем, я так понимаю, предполагает сейчас телезритель. То есть брачный договор, либо договор дарения? Да, брачный договор, но в этом случае вы поделите имущество, да, пополам, и своей долей распорядитесь. Но я думаю, что это менее, да, безопасный способ. Лучше осуществить договор дарения с согласием супруга, если он не возражает. Если возражает, то только брачный договор, и уже далее распоряжаетесь и дарите внуку. Спасибо большое. Ну, а я хочу сказать, что у нас время еще в программе есть, и вы успеете задать свой вопрос, уважаемые телезрители. 202-11-22. Дозванивайтесь, пожалуйста. Мы продолжаем тему брачного договора, но, как я уже анонсировала в начале и в середине программы, вы можете задать абсолютно любой вопрос, касаемый, разумеется, нотариальной деятельности. Дозванивайтесь. Так вот, признать договор недействительным и расторгнуть договор. Вы сказали, что это разные вещи. В чем еще принципиальное отличие? Ну, здесь главное основание, да, основание и последствия признания. То есть расторжение договора, оно оставляет все, как есть, да, между супругом, да, какая договоренность была, но он, расторжение договора, оно не продлевает его на будущий момент. Например, заключает такие брачные договоры, когда люди, да, вступают в брак, и определяет, что все, что будет приобретено во время брака, является раздельной собственностью супруга, на имя которого данное имущество оформлено. Так называемый режим раздельной собственности супруга. И тогда получается, если они в течение брака, да, его расторгают в судебном порядке, все, что было приобретено, здесь еще важны основания, да, расторжения, если, там, оно было приобретено в зависимости от, там, определенных обстоятельств, оно, по расторжению, значит, это имущество, оно сохранится на имя того, на кого было приобретено, да. Но на дальнейшую, на дальнейшую, там, жизнь, оно, соответственно, действовать не будет. Если же договор признается недействительным, потому что признание недействительным, они тоже, они четко определены в законе, это, например, может быть, что при заключении договора супруг был введен в заблуждение, договор заключался под насилием, угроза, обмана. Но так как сделка нотариальная, это, конечно, очень риск минимальный, потому что нотариус тщательно беседует, тщательно устанавливает волю, он путем, там, во-первых, если чувствует какие-то, да, сомнения, он один на один разговаривает с человеком, и, соответственно, вот это вот какое-то насилие, угроза нотариус может выявить. Вот, в этом случае договор будет признан недействительным, даже если он, или он, если ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Например, все имущество, которое супруги нажили во время брака, вдруг становится собственность только одного супруга, мужчины, которые, да, там, дети, с которым не остаются. Тоже это очень странное, да, так скажем, условие заключения. Поэтому нотариусы стараются максимально отходить, да, от таких условий, тщательно выясняют волю. И в случае все-таки, если такие договоры будут заключены, удостоярены нотариально, и потом один из супругов будет признавать их недействительным в судебном порядке, и, соответственно, они считаются недействительными с момента заключения. И происходит реституция, и, соответственно, все возвращается в ту стадию, которая была до заключения договора. Скажите, пожалуйста, а вот нотариуса приглашают в суд для рассмотрения вот таких дел, когда происходит расторжение? Нотариус имеет чью-то сторону, либо просто он является подтверждением вот подписания этого договора? Нотариус, он является адвокатом обеих сторон. Никогда он, из-за профессиональных соображений, из-за кодекса профессиональной этики нотариусов, он не имеет права занять чью-либо сторону и ставить интересы одной стороны, участника сделки, перед другими. Соответственно, да, нотариуса могут пригласить, и здесь нотариус выступает в качестве свидетеля, как последника, который присутствует именно при удостоверении заключения. Нотариус может дать пояснение именно об обстоятельствах заключения данного договора, то есть, какие он вопросы задавал, как выяснял намерения сторон. Сейчас мы усиленно рекомендуем нотариусам использовать при совершении реальных действий видеофиксацию, которая также дает определенные правовые гарантии, является доказательством суде, поскольку на видеозаписи будет видно, как нотариус беседы, устанавливал волю, намерения сторон, определял условия договора, и, соответственно, это тоже может служить определенным доказательством, на тот случай, если один супругов будет уверять, что он ничего не понимал, и вообще не осознавал своих действий, и его заставили все это подписать. Спасибо, Полина Сергеевна. Я хочу задать вам вопрос от телезрителей. Есть брачный договор о раздельной собственности, есть ипотечная квартира, оформленная на меня, оплачу только я, есть материнский капитал, который вложили в эту ипотечную квартиру, у жены в собственности квартира, в другом городе вопрос. При разводе, который сейчас намечается, как можно оставить мне квартиру, ну, соответственно, мужу, есть ли возможность вернуть материнский капитал с индексацией? Да, по поводу возврата материнского капитала, после перечисления средства, обязательства по государственной поддержке семьи являются исполненными, уже данные следствия пошли на улучшение имущественных прав детей, поэтому вернуть материнский капитал невозможно, так как квартира была приобретена за счет средств материнского капитала, то она, дети, они уже имеют право собственности на данную квартиру, хотя квартира до сих пор на них пока еще не оформлена. Соответственно, пока не определены доли в квартире, во-первых, доли в квартире можно определить, обязаны определить после течения шести месяцев с момента снятия обременения, то есть с момента погашения ипотеки. Но если сейчас есть такое намерение получить квартиру в собственности, вариант только один – это определять доли в данной квартире, причем здесь доли имеют и супруга, и, соответственно, муж, и двое, и, соответственно, дети. Причем они имеют не равные доли, а в зависимости от размера средств, который был получен материнский капитал. Поэтому нужно будет определить доли и уже впоследствии распорядиться долями детей, но только здесь уже согласие органов опеки и только при условии приобретения на их имя иного имущества. Если у вас супруга, соответственно, на это согласна, то тогда после определения долей вы можете… А кто определяет эти доли? Доли определяются по соглашению между участниками вот этой программы, то есть это супруги и дети. То есть супруги, они действуют в интересах детей, действуют за них. И, грубо говоря, супруг и супруга, они подписывают это соглашение об определении долей, уже регистрируют квартиру в общую долевую собственность. И здесь вот если есть желание как бы стать единоличным собственником, только отчуждать доли детей и приобретать одновременно им доли в ином имуществе. Спасибо большое. Наше время подошло к концу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Спасибо за ваши звонки. Следите за нашими анонсами и обязательно встретимся в программе «Территория права». Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»